11 июля во всем мире отмечается День шоколада. Праздник придумали французы в 1995 году. В древние времена это лакомство особенно почиталось. Например, испанские конкистадоры назвали его черным золотом и использовали для поддержания физических сил. Силу шоколада ощутила Елена Васильевская. Мое стандартное рабочее утро начинается с чашечки зеленого чая и шоколада. Эта традиция уже настолько вошла в привычку, что многие не представляют без этого начала рабочего дня. После такого завтрака чувствуешь прилив сил и бодрости, ведь шоколад содержит серотонин, гормон радости. Химчанка Виктория Калашникова мнение о шоколаде другого. Фанатичной любви к лакомству у нее нет и вообще старается лишний раз себя не баловать. У девушки свои аргументы, но сегодня в праздник сделала исключение. Я шоколад люблю, но не настолько, чтобы я не смогла от него отказаться. Вот в данный момент, в данный период времени я его исключила, потому что я на диете. Но во всемирный день шоколада отказаться от такого лакомства, конечно, я не могу. В праздник делают исключение врачи-эндокринологи. Несмотря на ежедневное общение с больными с сахарным диабетом, у Ильи Барсукова в ящике стола всегда небольшая заначка. Я, знаете, тоже иногда люблю съесть конфетку, потому что это удобный способ перекусить чем-нибудь иногда. И в Международный день шоколада тем более. Шоколад как наркотик, и врачи давно доказали привыкание к нему. Не поешь день-другой, и начинается ломка. Однако зависимость эта не такая уж и вредная. Он содержит антиоксиданты, замедляющие процессы старения и способствует психологическому восстановлению. Никаких норм четких нет. Каждый может это определять в силу своей физической активности, в силу употребления других продуктов питания. Единственное, могу порекомендовать, что, конечно, не надо есть сладкое натощак. Это не очень правильно, в том числе даже натуральный шоколад, потому что прием одномоментно большого количества сладкого стимулирует выработку инсулина чрезмерно. Вывод один. Во всем нужна мера. Три-четыре клеточки будет вполне достаточно для одной порции. Ведь даже в погоне за гормоном радости главное не переусердствовать. Тогда приятная терапия обязательно пойдет на пользу. И жизнь будет в шоколаде. Елена Васильевская, Алексей Козеров, Служба новостей.